Добрый вечер, уважаемые телезрители! Тема сегодняшнего бумеранга – национально-культурная политика. Есть ли она в российском государстве? И как к этому вопросу вообще относятся сами россияне и жители Чувашской республики? Об этом мы будем говорить с экспертами в студии. А для начала у меня традиционный опрос. А какие ассоциации у вас возникают со словосочетанием национальная идентификация? Я так понимаю этот вопрос. Родившись от матери, скажем, чувашки, ты должен чувствовать себя всю жизнь чувашим. И где бы ты ни был, в какой бы ты стране не проживал, ты должен быть этим же человеком той же национальности и гордиться этим, несмотря на любые изменения, там скажем, политической обстановки. Как родился Мордвином, Эрзия, так и остаюсь во все времена. Будучи в школе, после учеба, в армии, работа, я всегда был Мордвин. Но, правда, Мордвин русско-чувашский я себя называю, потому что родился в Мордовском селе, в русском районе и в Чувашской республике. Это такое тонкое эмоционально-психологическое состояние человека, который оценит свое место вот в этом мире. А мир такой сложный, много всяких этнических общностей. И, конечно, вот такое тяжелое время, когда идет расслоение общества, расстояние целых народов на разные страты, там, социальные группы. Сейчас вот появились, вот был народ крестьянский, Чувашский народ, а теперь там, среди этого народа, конечно, мы находим и миллионеров, кстати говоря, олигархов своих, чего никогда не было. И, естественно, вот в этом сложном мире человек ищет себе пристанище, куда-то прикнуться, и себя ощущает защищенным только в какой-то общности, когда он чувствует, что с кем-то, с чем-то связан. Ну, я вот, вы спрашиваете про ассоциации, какая возникает? Это, скорее всего, наверное, семья. Вот как семья одна? Вот человек чувствует себя в семье, вот эта родня, семья, особые чувства, и в горе, и в радостях быть вместе, хотя, может быть, члены семьи остальные и не нравятся тебе. Это совершенно по психологии могут быть разные люди, даже могут враждовать, но сестры остаются сестрами, братья, отец, мать, отношения между ними. Родоначальник всего человечества, будем говорить, какой национальности был, кем он себя идентифицировал. Не было тогда рассматриваться этот вопрос. В дальнейшем, по мере роста человечества, значит, люди разных стран принимали свои обычаи. Значит, иудаизм принял обычай считать национальность по матери. Восток, Азия, Ислам считает национальность по мужской линии. Значит, если смотреть более современную обстановку, в развитом обществе, которое уже, как говорится, вышло в мультикультурную, понимаете, обстановку, Европу, то размывается сам смысл, понимаете, идентифицировано себя евреем, армянином, чувашем, ордвином, понимаете. И Россия не минула этого. Она ушла даже в советский период, в советский период. Я здесь с 55-го года живу, я видел обстановку, когда существовали чувашские школы, когда детей приучали к родному языку, постепенно, уходя где-то в конец 60-х годов, 70-х годов, школы позакрывались. Это говорило о чем? О том, что размывалась сама суть, национальность отношений ребенка в своей семье. Он не слышал родной язык, он уходил от обычаев, от всяких, понимаете, привычек, становился человеком, как нас назвали, совком, понимаете. И кем он себя будет идентифицировать, понимаете, кем он будет себя ощущать. Россия страна, в которой проживают около 200 национальностей. Но тем не менее, национально-культурная политика государства, которая называлась по-разному за историю ее развития, она была совершенно разной. Какая экспертная оценка, как влияла политика государства на самоидентификацию отдельно взятых, живущих в этой стране людей? Когда создавался Советский Союз, он создавался, Советский Союз, как действительно федеративное государство, с учетом интересов большинства национальностей, проживавших на территории бывшей Российской империи. По крайней мере, это публично провозглашалось. И, главное, были созданы автономные республики, союзные республики. Что еще надо, понимаете? Наверное, ни в одной стране мира такого не было. Ничего такого подобного не было, да. Потом ряд стран копировали еще потом этот опыт Советского Союза, опыт компартии Советского Союза. Но изначально большевики были нацелены на создание вот такого рода, значит, каких-то структур. Они потихоньку нащупывали, как бы что делать. Все эти вот идеи создания автономии, отдельных союзных республик, они ведь приходили в связи с тем, что складывалась военно-политическая обстановка в стране не очень хорошая для большевиков. Шла гражданская война. Надо было перетянуть на свою сторону ряд, значит, больших, крупных этносов, особенно Урала-Поволжья. Вот. Создали в 19-м году Башкирскую республику, поскольку Колчак стоял там. Потом предложено было Сталином создать Татар-Башкирскую республику. Пригласил Сталин в свой кабинет представителей, в том числе и Чувашского народа, или меня, и других товарищей, значит, Татарского, Башкирского народа. Есть воспоминания очень интересные Максима Кошкинского. Значит, Чуваши говорят, мы не хотим Татар-Башкирскую республику. Там нам будет тяжело находиться, поскольку будет гегемония Татар-Мусульман, Татар-Башкир-Мусульман. Хорошо. Чего вы хотите? Сталин спрашивает. Сталин в этом отношении был, как бы сегодня мы ни говорили, очень прорывной лидер, конечно, партии. И он спрашивает, что вы хотите? Ну, нам бы как-то отдельно, как-то вот так хотелось бы. Ну, давай создадим республику. Он говорит, ну, как республика? Ильмень говорит, у нас невозможно, у нас даже городов-то нетолковых под столицу. Ильмень говорит, представляете, вот какой был менталитет у тогдашних руководителей Чувашского народа. Сталин говорит, ну что же, говорит, а вы знаете, говорит, сколько было народу в Вашингтоне, когда создавали Соединенные Штаты Америки, сколько жило народу? Что за этот город был, Вашингтон? Ну, такое же, как Чебоксары, наверное, действительно, когда в 1791 году США создавалось. Как государство. И Сталин говорит, построим мы вам город, будет такой город, если надо, столицу построим. Вот удивительное дело, знаешь, как вперед смотрел. И, естественно, потом, значит, по возвращении, Чувашские руководители серьезно задумались. Надо что-то делать, надо готовить документы, материалы. То есть, я к чему-то говорю? К тому, что, конечно, Компартия тогда сильно подталкивала национальность и руководителей с тем, чтобы они, значит, сами у себя пытались решать эти национальные вопросы. Значительно большая свобода была, значит, дана национальностям. Открывались издательства, ну, об этом что говорить? Даже киностудии, всевозможные другие структуры. Я вот родился в Башкирии. Я до десятого класса себя как-то не ощущал в отрывах Чувашской республики. Представляете, в моем родном районе выходила районная газета. С утра гудело радио местное на чувашском языке. В школах преподавали даже математику, алгебру, географ преподавали на чувашском языке. Даже такие предметы. И я себя в отрыве от своего народа, от своей республики, которая находится далеко, там, где-то на западе, на Волге, в отрыве не чувствовал. Другое дело, конечно, с какой целью это делалось? Мы прекрасно это знаем, чтобы держать определенный, знаешь, идеологический узел народ. Но ведь при этом, Виталий Петрович, еще есть и печальный пример этой же советской эпохи, да? Когда целые народы дефортировались, их высылали с территории земли, их обетованные, они уезжали осваивать совершенно иные земли. И это, наверное, вот тяжким временем легло не только на историю страны, но и на ментальность этих людей. И вот эти последние взрывы, ну, может быть, социально-политической активности в отдельных регионах России тоже в большей степени подготовлены именно этим. И мне хотелось бы сказать, напомнить, наверное, еще о том, что дружба народов, она не в Советском Союзе родилась. Это наше историческое наследие еще с Российской империи. Как говорил известный русский философ Ильин, что Россия, я немножко, наверное, не точную цитату скажу, но Россия за время своей истории и развития не потеряла ни одной нации, ни одного этноса. То есть вот эта вот уникальность российской истории, уходящей корнями еще там в 15-16 и ранее века, Советский Союз, наверное, был только восприемником. С точки зрения государственности каким-то образом ее развивал, но я думаю, что не так уж плохо и развивал, потому что народное искусство, народное творчество, культура, то, о чем мы сегодня говорим, она поддерживалась на уровне государства. И это давало свои плоды. Мы во всех средствах массовой информации по телевидению, мы смотрели дагестанские танцы, мордовские песни, русские хоры и много-много другого. И поддерживался и язык. Все равно было, на мой взгляд, больше внимания национальным языкам, национальной культуре. И сейчас, мне кажется, это в какой-то степени теряется. Вот то, о чем мы говорили, что в последние десятилетия люди перестали себя идентифицировать со своим коренным народом, со своей коренной нацией, это упущение государства в целом. А может быть, на это влияет открытость между странами? Вот как мы не хотим, как бы мы ни относились к собственной национальности, но когда мы начинаем приезжать в Турцию на отдых, в Египет, в Испанию, в Америку, мы для них для всех русские, вне зависимости от того, что татары, армяне, грузины или кто-то там еще. Это их взгляд на нас. Но мы-то сами должны себя все равно осознавать тем человеком, той нации, которой мы принадлежим. Мы недавно отметили 200-летний юбилей 1812 года, борьба против нашествия Палеона. А ведь в войсках русской армии, царской армии, там воевали башкиры, чуваши, там воевали, понимаете, все способные носить оружие, они воевали за идею, за белого царя, за Россию. Понимаете? Тогда, когда в государственном образовании есть общая идея, и эта идея поддерживается не просто пустыми словами, а они имели же какую-то льготу, все вот эти малые народы, участвовавшие вот в этой освободительной войне против Наполеона, получали значительные послабления в развитии своего этноса. Возьмите войну, Вторую мировую войну. Ведь Советский Союз объединял и Среднюю Азию, и Кавказ, и все воевали. Там же не шли с лозунгом за Сталина, там за Родину, а может быть и этого не кричали. Они воевали, знали, они защищали свой родной дом. Там не было вопроса идентификации, кем он себя там идентифицировал. Это внесло, знаете, когда? Когда мы соприкоснулись с фашизмом, вот он и вынес этот национал, социализм, чтобы расслоить народы. Эта политика была ведь, кстати, и у Великой Британии. Разбить все народы там, где они захватили власть. В Индии, значит, в африканских каких-то странах. Но это скатализировало, наоборот, национально-освободительное. Да, а вот это как раз и вызывало чувство гордости за свой народ и чувство борьбы. Поэтому у нас сейчас, когда 90-е годы всколыхнулся, распался Советский Союз, будем говорить. Ведь многие вспомнили обиду. Многие вспомнили, понимаете, репатриацию. Калмыки, чеченцы, лезгины. Понимаете, это все сказалось. Вот тогда начал просыпаться именно идентификация в Советском Союзе, будем говорить, в нашей обширной России. У всех возникло. Ельцин это очень часто почувствовал. И в 96-м году тут есть такой вопрос в программе. Он, ну не только это, его идея была. Он сказал, что надо создавать национально-культурные автономии, плюс к этому их финансировать, понимаете, создавать все условия, чтобы они вновь возродили то, что им присуще для каждого народа. Вот, к сожалению, конечно, все это зависит еще от материальной базы. Чем выше материальная база в государстве, тем легче создавать и, ну как бы, укреплять вот это единство народа. Говоря о политике советской власти в области национальных вопросов, хотелось бы указать на такой важный показатель, как книгоиздание. Во время Великой Отечественной войны, если обратиться сейчас в фонды Чувашского книжного издательства, были и выпускались, и издавались все учебники, ну, по крайней мере, я сейчас как специалист, ученый-методист именно в системе начального образования скажу, все учебники хоть на родном языке, родной язык, литературное чтение на родном языке, так и переводные, математика, окружающий мир, ежегодно увеличиваясь в тираже, конечно, соответственно, контингенту детей. И это в тяжелые годы Великой Отечественной войны. И говоря об этом, хочется упомянуть, что именно через детскую учебную книгу дети впитывали в себя всю мощь советского государства, советской власти, видя и многообразие культур, многообразие языка, обычаи, традиции во всех пособиях, которые способствовали бы воспитанию, нравственному воспитанию подрастающего поколения. Я думаю, вот в настоящее время, когда по конституции нашей принятой есть органы местного управления и есть государственная власть, органы местного управления совершенно практически не подчинены, не входят в систему государственной власти, и та структура, вертикаль власти в области национальной политики, она обрушилась. Сейчас есть 131-й закон об общих принципах организации местного управления, где муниципальное образование, они не отвечают. Практически нету там пункта, что по национальному, что-то по национальным вопросам, кто-то ответственный. И то, что сегодня, я считаю, это очень слабая мера переложить национальный вопрос на общественную организацию. На общественную организацию мы перекладываем национальный вопрос. Или сейчас тоже общественные организации, совет по делам национальности, например, района. Да. Это совершенно не то. В те годы, про которые мы говорим, перед перестройкой, накануне даже, политика все-таки была конкретной. Вот в чем дело. Конкретная работа велась. Конкретная. Она как бы деловой была, эта политика. Пусть, может быть, даже искусственные институты создавались. Да, да, да. Но реальные вещи делали. Реальные вещи. Ну вот, когда наступила перестройка, значит, инициативу перехватили национально-культурные объединения. Значит, государство потихоньку сбросило себя, правильно заметили, сбросило себя вот эту заботу о национальностях, национальных культурах, языках. Вплоть до того, что Ельцин заявил, что берите автор этого суверенитета, сколько хотите проглотить. Ага. Ради Бога. И вот кое-то, конечно, действительно, по самое горло схватило этого суверенитета. Значит, кое-где отстали. И началась у нас в стране между регионами, между народами вот такая равноголосица, разноуровневые подходы. Все зависело уже от того, как себя уже, значит, позиционировал руководитель региона. Но они все как-то, каждый по-разному. Понимаете? А в советское время делалось все как по шаблону. Вот. По всем регионам, по всем автономии, по всем областям Союзным республикам спускались одинаковые инструкции и это все делалось. И, к концу концов, возникало ощущение единого советского народа с единой идеологией, едиными стремлениями, целями, задачами. И вот это сплачивало, конечно, народы. Атмосфера того времени, которая приводила к, буквально, уже мы об этом прямо писали, говорили, к образованию такой этнополитической общности советского народа. А можно ли сегодня говорить о том, что есть единая нация в современной России? Когда создавали или разрешили там законами создать национальные объединения общественные, я понимаю, что это для усилить самосознание народов России. Но в действительности перепись показывает, что самосознание не растет. Несмотря на рост количества организаций, да, процесс какой-то прямо противоположный. Да. У нас растет количество организаций, общественных организаций, но идет урбанизация, ассимиляция, а численность народов, кроме Кавказа, кавказских, все уменьшается. Так что же влияет на процесс идентификации? Может быть, государственный язык? Но половина стран в мире не имеют государственного языка. Ну, государственный язык и в Чувашии объявлены, когда закон о языках был принят, у нас в Чувашии и русский государственный, и чувашский. Значит, язык что-то тоже не влияет, хотя у нас сейчас начали изучать и чувашский язык, то есть что-то не то. Мы уже в 21 веке. 20 век сдвинул далеко вперед идущую технику развития науки. А наука двигается в основном на каком-то одном государственном языке печатается все. Поэтому малые национальности, они вынуждены учить этот язык, заниматься им. И это, в общем-то, процесс необратимый. Это все равно, как вот взять в Америке. Единый язык у них англо-американский. У них, кстати, государственного языка в Америке нет. И каждый штат разбирается с этим вопросом самостоятельно. Но все равно ведущая литература, техническая, школа и так далее, хотя там предоставляется право и школы национальные есть, но они не говорят о том, что он будет потом в дальнейшем печатать техническую литературу, на своем родном языке. И вынуждены народы, которые живущие даже здесь в России, выходить и забывать свою национальную идентификацию, как мы ее называем. Он соприкасается с техническим прогрессом. И люди Кавказа, и люди Средней Азии, они приезжают сейчас в Россию, живут, у них уже семьи. Их дети потеряют свою национальную самоидентификацию. И это я беру по своей национальности боевые. У меня сын женат на Чувашке, внук жива, жена тут на русской девушке. Кто у них будут дети? Кто? Они будут гражданами России, у них будет родной язык, тот, который в ходу в большинстве русский, так, и он потом станет гражданином мира. В каждой стране, конечно, существует свои специфические условия для такого рода процессов диэтнизации народов. Мы это наукой диэтнизации называем, когда люди теряют свою этническую идентичность и зачастую просто становятся, это нормально, хорошее слово, маргиналами. Они ни те, ни другие, значит, по своему положению в этой системе координат этнических у нас получилось вот что. Национальной политикой никак нельзя, невозможно и опасно ускорять эти процессы этнические процессы. И тормозить, да? И тормозить нельзя. Вот эту тонкую грань надо соблюдать руководителям страны, руководителям регионов и вообще на всех уровнях. Надо соблюдать. У нас это не получается. У нас страшкообразно и кидаемся сюда или туда кидаемся, из огня в полы. И вот отсюда возникает конечно стрессовая ситуация у народов. Каждый по-своему это переживает, каждый народ. И вот один из таких примеров, которые я хотел бы привести, это вот то, что конечно в каком-то таком искусственном ажиотаже сняли вот этот тот самый пятый пункт из паспорта указания национальности надо было оставить это на добровольной основе хотя бы. Добровольность надо было допустить. Право выбора? Конечно. Ага. Прочерк, прочерк. Если хочешь указать человек национальности, ради бога. Вот здесь получилось как раз кинулись в другой крайность. В праве идентификации гражданам России отказали. Правильно я понимаю? И вот про переписи говорим. До 1989 года, до последней переписи от советской времени, численность, ну если возьмете чуваши, как титули от нас, вот здесь мы чуваши находимся, значит, постоянно неизменно динамика роста. И у многих народов. И потом падение пошло. Падает, падает численность. Собственно, конечно, физически чуваши не вымирают, они живут, они среди нас, нет такого вымирания физического. Просто они становятся людьми уже другой индустриарности, скажем так. Они делают какой-то другой внутренний выбор в своем сознании. И вот этот внутренний выбор подталкивает как раз отсутствие вот этой самой графы. Понимаете, когда вот раньше учетчики во время переписи записывали национальность, опрашиваем его, я сам участвовал, знаю, контролером был в свое время, человеку спрашивают, вы какой национальность, ваша национальность, как бы указать? Он говорит, ну, Чуваш, он даже и уже по-чувашски не знает, в городе живет, но у него паспорт и указан национальность Чуваш, он никак по-другому не может быть. Он воспитан в советское время, как же паспорт и указан национальность Чуваш, значит, Чуваш записывается. То есть стабильно вот это выдерживается. А поскольку ничего этого нету, особенно в диаспоре, вот где-то в Иркутске, Красноярске, в Уфе, фамилия Галкин, Краснов, там, Румянцев, активист диаспоры Национального культурного центра Иркутского, он говорит, ко мне пришли, говорит, записывают, даже, говорит, не спрашивают национальность, фамилия-то русская, ну, русский, он русский, в Иркутске, где-то будет думать, что это он Марвин или там Чуваш или там Мариец, он учетик записывает, не прося даже, не узнав, как он там себя, куда причисляет, к какому народу. Самой Чувашии падение не очень сильное. Ну, самый высокий процент вот снижения численности Чувашии по итогам последней переписи 2010 года дала диаспора. В семье ребенок должен знать свой родной язык. В семье, например, мой ребенок, если я хотя бы, хоть я и живу в городе или буду жить в городе, все равно же в городе русских много детей и других национальностей, как бы, ну, как бы язык в школе учит русский. Я бы сделал так, в семье с ребенком разговаривать по своему, по национальному языку. Например, я татарин, я буду разговаривать по-татарски. И мне кажется, это большое влияние для идентификации. Сейчас развиваемся очень быстро, можно говорить, у нас мозг, где-то мы не понимаем, но я думаю, то, что меняемся, мы теряем ценности жизни, я думаю, это ничего хорошего. Я не знаю, может быть, неправильно понимаю, когда мы меняемся, национальность, и все, я думаю, с этими потерями ценностей жизни. Я помню те времена, в Советском мире, когда мы жили. Вот дружба народов. Проблем не было. Какая разница, кто ты был, где был. Спокойно поехали, куда хотели, приехали. Дружба где? Дружба то, что нас тогда учили, что войну выиграли чуваши, армяне, русские, грузины и так далее. То, что у нас общая нация, мы все друг друга должны понимать, это у нас было, я думаю, что корни, то есть дружба у народа, который тогда у нас был так хорошо, я думаю, там скрывается. А сейчас что? Развали, там, 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 не то история, изучая, сказали, что даже в великое отец, ну, значит, историю перевернули, детей истории пока не знаешь, я думаю, если мы не знаем истории, патриотом своей нации не можем быть. Уважаемые эксперты, ну, вот Чуваша, она отличается всегда так со такой межэтнической, межконфессиональной стабильностью, несмотря на то, что у нас тут свой такой поволжский маленький котел. Какая сейчас межэтническая ситуация в Чувашской республике? 128 национальностей представлены в Чувашской республике и 8 этнических групп. И вот буквально за последние 10 лет 14 национальностей объединились и создали 26 национально-культурных объединений. Их количество за 10 лет увеличилось в полтора раза. Например, в 2000 году было 9, и сегодня мы представлены 26. За пределами Чувашской республики создано 90 национально-культурных объединений Чувашей. Они представлены у нас в 33 субъектах Российской Федерации и в 6 зарубежных странах. Только в Белоруссии их 3. Уважаемые эксперты, частью национальной государственной политики является мониторинг научных исследований, которые проводит наш гуманитарный институт. Я знаю, что вы непосредственно с вашим отделом вы занимаетесь созданием этнических паспортов. Наш институт давно уже занимается сбором материалов по этнокультурным паспортам ряда народов республики. У нас основные 4 народа, которые составляют 95% населения. Это Чуваши, русские, татары и мордва. По этим народам составлены достаточно объемные паспорта, где изложена история, культура, характер расселения, современное состояние, этнокультура, инфраструктура этнокультурная, видные уроженцы, знатные люди, выходцы из среды этих этнических общностей. Эти паспорта мы подготовили по заказу по договору с министерством культуры нашей республики. Они представлены уже все четыре паспорта министерства и, надеемся, будут использованы и будут использоваться в ходе подготовки всевозможных материалов по планированию реализации национальной политики государственной Чувашии. Кроме того, в институте у нас ведется мониторинг этнокультурных процессов в республике. Провели четыре крупные исследования. Первое было в 2002 году, потом в 2009, 2010 и последнее 2011 году. Я сегодня специально принес сборник материалов последнее исследование. Если кому интересно, вы можете прийти к нам в библиотеку. Итоги такие. Я специально выписывал по одному вопросу со временем состания международных отношений, как оценивают респонденты. Опрощены, конечно, селяне, горожане, люди разных сословий, как говорится. очень хорошо 9%, хорошо 46%, удовлетворительно терпимо 35%, неважно 3,5% всего. Представляете, а плохие, враждебные вовсе прочерк. Понимаете, значит, это все данные говорят о том, что в целом ситуации в республике нормальные, хорошие, достаточно стабильные. Слечили ответы респондентов русской чувашеской национальной серии, к примеру, практически одинаковые. Разница 1-2%. Ну, не только по этому вопросу, вообще по всем вопросам. Уважаемые эксперты, а у меня вот в этом месте рождается вопрос. может быть, вот когда вы сидите и в самом начале программы говорите о том, что нужна четко выраженная государственная национальная политика, да, может вас говорят или чиновники, или политики, или организаторы этих объединений, может сам народ это мало волнует? Может быть, просто если бы решались экономические вопросы более достойно, то и не вставал бы вопрос о какой-то этнической идентификации. Вообще, не все ли равно, какой я национальности, если права мои соблюдаются в суде? Не все ли мне равно, какой я национальности, если там в институт мой ребенок может поступить легко? Или вы со мной поспорите? Ну, красная книга, как не нужны, погибает нация, погибает язык, вот русский язык, ассимиляция идет, конечно, нужны нации, нужны народы, а не то, что один только российский народ. В России нужна ясная национальная политика. Уважаемые эксперты, ну вот смотрите, в 1996 году государство предприняло такие усилия, да, и была концепция государственной национальной политики. Сегодня, в связи, как бы, не только с предвыборными обещаниями Путин, да, но и, наверное, уже как осмысленно ведущий государственную политику президент, приказал разработать новую стратегию. А какие проблемы решил старый документ? Что он помог сделать? Как организовать жизнь национально-культурных объединений, граждан, отдельных этносов? Четко надо сказать, что когда был подписан этот указ и была возможность всем национальностям, живущим в целом в России объединяться, создавать свои автономии во всех республиках и в целом по России были созданы каждая какая-то община русская, армянская, грузинская, осетинская, узбекская. То есть это подействовало как инструмент и помогло людям начать объединяться? Это толчок был, это был толчок. Но, честно есть говорить, это на этом и остановилось. Они были созданы, но, хотя в указе было сказано финансировать в достаточной степени, вот на этом все и споткнулось. Все было отдано в региональные объединения самую суть финансирования. И на этом я считаю поток такой, сказать, эйфории кончилось. Да, я согласна, что денег дают, денег дают, но мало, потому что вот буквально до этого года я знаю, что все проекты поддерживались где-то в пределах 15, 10, 15, 20 тысяч. В этом году мы получили и федеральные средства, и из республиканского бюджета заложено где-то около 11 миллионов на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, и буквально четыре наших национально-культурных объединений, я имею в виду Мордовский культурный центр, Национально-культурная автономия Татар, Казачий культурный центр и немецкий культурный центр на реализацию собственных проектов где-то получили от 100 до 180 тысяч рублей. Все знаем, что есть конкурс проектов так называемых для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства. Хочу сказать вам, дорогие руководители национально-культурных объединений, за все эти годы и уважаемые телезрители за эти годы вы ни разу не приняли участие в этом проекте, а там сумма уже увеличилась, например, была 500 тысяч, в этом году уже 1 миллион и тоже есть возможность. Но здесь хочу, Наталья Ивановна, в защиту, наверное, национально-культурных объединений сказать такую вещь. Мы деньги даем, но государство ведь любит, чтобы мы еще и отчитывались за эти деньги. Деньги можно просто потратить. А вот с этим у нас как всегда традиционно плоховато, да? А мы столкнулись в этом году с тем, что общественная организация есть общественная организация, нет профессиональных гухгалтеров, нет людей, умеющих писать. То есть идей много, но это нужно же каким-то образом на бумаге, к сожалению, реализовать для того, чтобы принести этот проект нам. И не все у нас может быть получилось в этом году. Поэтому я еще раз говорю о том, что средства предусматриваются, и поэтому я просто предлагаю вам быть более активными в этом направлении. Сейчас проектов и возможность поддержать ваши проекты достаточно много. В плане политики, которая сегодня складывается в городе Чебоксара по работе с национально-культурными центрами. Да, на сегодняшний день это не входит в полномочия муниципалитета. Да, глава города год или полтора года назад принял решение, и сегодня национально-культурные центры, которые базируются на базе муниципального учреждения ДК Хузангая, освобождены от арендной платы. Да, это решение приняли депутаты по инициативе главы города. Но, к сожалению, остальное, все остальное, чем мы можем сегодня участвовать в жизни национально-культурных центров, это только поддерживать опять через какие-то проекты. И вот здесь я хочу опять согласиться с Татьяной Васильевной и обратить внимание вот на что. Есть абсолютно самодостаточные, сильные, развитые национально-культурные центры, в которых даже нет необходимости дополнительного нашего участия со стороны муниципалитета. Они всегда приглашают на свои мероприятия и относятся к муниципалитету и главе с огромным уважением и принимают участие и в совете, который создан сегодня при главе города Чебоксар по вопросам национальностей. Но таких мало. Есть и другая сторона сегодня медали, что не хватает, как Татьяна Васильевна уже сказала, профессионалов, которые способны разработать проект, представить его. И наши попытки, мы же тоже не можем делать что-то за сам национально-культурный центр. Мы не можем за него написать проект. Мы можем в рамках, например, Дня города или, например, в рамках Дня республики мы помогаем организовать окатуй. Это колоссальные средства. Но мы поддерживаем потому, что сегодня с их стороны есть концепция, сценарий, четкая смета, представленные расходы, и мы уже третий год спланируем это в своем бюджете. Есть сегодня какие-либо проекты в рамках какого-либо праздника. И даже у нас, например, некоторые печатные издания, с кем мы сотрудничаем, выходили через нас на национально-культурные центры и предлагали сделать страницу в газете. Но, к сожалению, вопрос даже насыщения и получения информации со стороны национально-культурных центров, чтобы осветить их работу среди города и даже на сайте мы у себя завели эту страничку. Но вот здесь все упирается все-таки в специалистов. Если сами национально-культурные центры не будут заботиться о своем имидже, о привлечении внимания к своей работе со стороны министерства, со стороны муниципалитета, со стороны горожан, к сожалению, за них этого никто не сделает. Как бы все остальные не хотели. Я хочу добавить, Наталья Ивановна, вот тоже к разговору о том, где базируется наше национально-культурное объединение. Ведь тоже, наверное, это важно, где находится офис. Но, с другой стороны, мы создали даже, вот когда открывали национальную библиотеку Чувашской Республики, мы уже тогда говорили, что мы готовы на базе нашей национальной библиотеки предоставлять вам помещение для проведения ваших каких-то мероприятий. И создали зал национальных культур. Мы его создаем, точнее, сейчас, но выделили уже помещение, и мы хотим, чтобы вы были очень активными, чтобы вы именно там собирались, собирали свой актив, приглашали нас и каким-то образом себя позиционировали. Вот здесь по сути дела вот та претензия, которая там обсуждается за стенами этого здания, о том, что дом дружбы народов, которым активно нуждается наша диаспора, пусть каким-то таким косвенным образом, но эта идея реализуется государством, да? Да, абсолютно верно. Существует такое понятие не мешает. И вот некоторые, опять же, да, национально-культурные центры проводят совершенно замечательные свои мероприятия на базе того же ДК Хузангая, да, и свои традиционные Новый год, и Пасха, и так далее. И им не нужен никто. Вот они собираются и делают у них прекрасные концертные номера и прекрасные программы. То есть, по большому счету, власти нужно только прийти и поприсутствовать, если есть такая возможность. Уважаемые эксперты, президент России предложил до начала 2013 года утвердить стратегию новой, новой национально-культурной политики в России. Как вы оцениваете этот документ? Чем он лучше старого? Какие новые принципиальные моменты в нем есть? И чем он поможет, как вы считаете, да, в повышении самоидентификации россиян вообще? Проект стратегии мы в институте обсудили за круглым столом. Были в том числе и среди участников депутаты нашего госсовета, ученые других учреждений, вузов нашей республики. Общее мнение такое, документ нужен, он давно назрел, этот документ. Все основные положения, конечно, выписаны совершенно правильно, верно, с перспективой такой, значит, на то, что у нас все-таки будет такая гражданская идентичность усиливаться в России, что будем оставаться россиянами и будущим, и это чувство должно крепнуть у нас, и настрой руководства страны, настрой всех органов власти должен быть как раз таким, чтобы в людях крепло внутреннее единство, как именно россиян, как представителей российской нации, если так можно выразиться. Хотя, конечно, ряд товарищей высказались против использования вот такого рода, значит, терминов, что общероссийская нация и так далее, через это мы прошли уже, перегорели, вот, но, тем не менее, конечно, стремление к этому должно быть, я считаю, у нас одна страна. Второй момент, на который обратили внимание, наверное, во всех автономных республиках бывших, это то, что наконец-то четко, ясно было там указано по поводу того, что никакие территориальные изменения, ликвидации автономных республик не должно быть произведено в стране в ближайшее время, и этот вопрос вообще не должен рассматриваться, хотя на эту тему высказывали, конечно, и Жириновский, и Прохоров, вот, провокационном ключе, на самом деле, народном месте создавать дополнительные проблемы нашему народу российскому ни к чему, ни к чему. Эти свои автономные республики, свои национальные округа, народы выстрадали, все свои истории, и по новой ворошить эти вопросы, значит, перекраивать карту и губернизировать всю Россию нет смысла. я считаю, что стратегия в этом плане, она выдержана в таком спокойном ключе, спокойном ключе, и дает регионам, национальным регионам, возможность у себя, с учетом специфики своего региона, специфики своих народов, национального состава своих регионов, значит, выстраивать уже региональную политику, национальную. вот в этом, мне кажется, плюс большой у данной стратегии. Что все-таки должно быть выше, национальность или гражданство? Я думаю, что здесь очень трудно что-то ставить выше или ниже. Как только мы начнем принижать нации, мы потеряем любое гражданство, потому что мы без национальностей, наполняющих Россию, мы ее просто потеряем. Но мы все понимаем, что стратегия государственной политики это нормативно-правовой документ. И все простое общество будет ожидать, конечно, в каком механизме будет все это реализовываться. Это очень существенно важно. И это понятно простому зрителю и простому обывателю. Ну вот один из важнейших механизмов, как я считаю, это доклад правительства президенту. Второй важнейший механизм это совет по делам национальной культурной политики при президенте наконец-то уровень этого совета поднят на достаточно высокую высоту. Это все инструменты. И вот они, как вы думаете, уважаемые эксперты, эти инструменты будут работать? Будут ли работать эти инструменты общественные в том случае, если ведущая группа специалистов будет относиться к своей работе неформально, а изучать обстановку в целом по России? Изучать на местах обстановку, мониторингом заниматься абсолютно, понимаете, в каждом малом городе, в республике? Тогда будет ясна вся политическая национальная обстановка. Иначе все будет вливаться в национализм в том или в другом худшем своем варианте. Мне кажется, уважаемые эксперты, без роли самих граждан, какой бы правильный документ не принял президент или правительство, без роли граждан трудно чего-либо добиться в государстве. И какова же у нас роль социальных институтов, школы, гражданского того же самообщества в развитии национальной культурной политики? Я глубоко убеждена, что вся воспитательная работа по толерантности, по формированию гражданской самоидетичности, конечно же, исходит из дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, что расположено на территории Чувашской Республики. Что в ребенка заложишь, то оно и зайдет. Что посеешь, то и пожнешь, говоря уже народной мудростью. Всего в Чувашской Республике на нынешний момент 498 образовательных учреждений, из них 313 эти школы с родным Чувашским языком обучения, 14 школ с родным татарским языком обучения и в 5 школах ведется обучение мордовского языка как предметы обучения. Но, естественно, встает вопрос, как же обстоит дело с дошкольными образовательными учреждениями. Их чуть меньше, 438, и языки по языкам, если смотреть, на которым ведется воспитательная работа, вся работа в группах, вот на русском 280 образовательных учреждений дошкольного уровня, на татарском 5, Чувашской 156. Изучение языка все-таки дать надо не то, что снизу. Есть право изучать язык, есть право не изучать. У нас больше, сейчас вот второе право, не изучать. А если бы сверху вот дали бы команду, как раньше, вертикаль, изучать, особенно, например, в населенных пунктах, где компактно проживают мордва, там, чуваши, евреи или татары. У нас же сейчас такого относительно нет. В 5 школах мордовский язык там факультативно, ну, кто хочет, не хочет, собирают подписи родителей, не нужен этот язык. Ну и все. Русский язык подавляет язык, ну, как сказать, национальных меньшинств, а английский уже давит на русский язык, потому что во многих семьях начали говорить на английском языке. Это тоже трагедия относительно. Трагедия в том, что все, что принуждается, всегда отторгается. Понимаете, если ребенок забыл язык матери, ты его во взрослом состоянии не заставишь вновь учить. это первая эпоха совсем другая. Он окунулся в интернет, а там все на английском языке. В школах делается все, что сегодня возможно на уровне государства для того, чтобы преподавать на национальных языках, тех, которые существуют у нас в Чувашии, основные. Но если семья сама не будет в этом заинтересована, если родители не хотят, чтобы их дети говорили на языке и их предков, во-первых, это преступление против своего народа, против своей нации, но это еще и преступление перед всей страной, перед всей Россией. Нельзя терять свою культурную идентичность, национальную идентичность. Это ответственность в первую очередь, вот как я уже сказала, семьи своих родителей, потом национально-культурных обществ. Мы на сегодняшний день пока вот, наверное, вместе с министерством культуры на переднем крае и пытаемся что-то еще сохранить. Ну не зря вот в новой стратегии позиция гражданского общества выделяется прямо буквально отдельным моментом, потому что национально-культурное объединение, ведь что это есть такое? Это гражданское общество, это добровольное объединение людей. Вот скажите, пожалуйста, как вы чувствуете, удается вам закладывать ваших детей вот этот посыл любить родной язык, знать традиции, или это идет довольно трудно и сложно? Сложно сейчас, чтобы на уровне семьи изучали и говорили на своем родном языке. Большинство, большинство говорят на русском языке. и, конечно, проблема. На шестом всемирном конгрессе финно-угорских народов стоял вопрос и обращение не только к родителям, но и бабушкам, дедушкам, чтобы говорили в семьях на родном материнском языке, потому что эта проблема уже всемирная, что теряется язык. Политика такая дома. Ни один на русском языке ни одно слово. Поэтому сейчас, дай бог, дети разговаривают. Также среди армянских национальных детей, когда выйдем русским языком, ребята говорим, когда мы здесь вместе, надо общаться на армянском языке. По-русски общаться можно везде. Несмотря на то, что наши дети в основном стараются сидеть за телевизором, сейчас, конечно, мы все знаем, что они любят интернет, но у них есть потребность действительно изучить свое наследие, своих песен, своих танцев. Если у них есть потребность действительно, мне кажется, нация сохранится. Обобщая наш разговор о государственной национальной политике, я хотела бы еще и вспомнить те очень интересные самобытные мероприятия, которые проводят национально-культурные объединения, которые тоже позволяют сохранить культуру народов, проживающих на территории нашей республики. Давайте вспомним о тех фестивалях, которые проводятся. Я думаю, что обращаюсь к зрителям. крупнейшие фестивали в республике, Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». Мы ежегодно встречаем до 50 коллективов самодеятельного народного творчества. У наших национально-культурных объединений Центр русской культуры вот уже более 14 лет будет 15-й год Всероссийский фестиваль народного творчества «Звучи российская глубинка». Мордовский культурный центр. Это Всероссийский фестиваль народного творчества арта. Урмайманы, я знаю, сама неоднократно присутствовала. А уж этому фестивалю Урмайманы, который проходит несколько дней и не только на территории Комсомольского района, он проходит и на территории Татарстана и в городе Чебоксары. Мы уже празднуем почти 20 лет мы отметили. 25 лет мы уже в этом году отмечали юбилейную дату. Появляются фестивали, которые это то есть отмечаются праздники. Я надеюсь, что они перейдут в разряд и фестивалей. Это праздник из азербайджанского народа, наврусбайрам и узбекского народа. Проводится праздник еврейского народа. И причем это ежегодно, это не от случая к случаю, это праздники, которые проводятся ежегодно, ежегодно собирают людей своей национальности, да и вообще объединяют не только людей своей национальности, потому что я думаю, что у вас есть друзья, которые ходят на ваши праздники. И, конечно же, эти праздники вы проводите не только сами самостоятельно, мы с вами проводим их вместе, потому что это возможность объединения культур всех народов, проживающих на территории нашей республики. Ну что ж, уважаемые телезрители, наша программа такая непростая, но тем не менее она предновогодняя. И мне кажется, что доказательством того, что не все в нашей стране потеряно, и что дети все-таки тоже занимаются национальной идентификацией, будет такой маленький рояль в кустах. наши дети пришли исполнить несколько номеров концертных на национальных языках. И это дает вообще надежду, что действительно Россия великое государство, великое многонациональное государство, которое будет долго жить в веках, потому что когда дети поют, танцуют, рассказывают стихи, вообще говорят на языке своей матери, то это государство будет жить долго. Зимой белые снежинки танцуют за моим окном, а Дед Мороз свои картинки рисует на стекле ночном. Снег летит, а я смеюсь, зимы я вовсе не боюсь. Снег летит, а я смеюсь, зимы я вовсе не боюсь. Умок и зим монь сак шнутей, и лям оксёв но монь вели нем, мень нелестек кежом аней, горшо зон пей дим монь куды нем, пак ся воян нась монь терди, и пак ся воян несь мой виттим. Алло вели, алло вели тонис и чачинь, алло вели, алло вели тонис и чачинь, алло вели косо и ритм дитям овам ся нещи чачинь, джек, смон молян. Касы, касы, чинь, джараму, касы, сат пересы, мини, шодняк, мураму, чок, сне, вели песы. Чинь, 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 джараму, касы, касы, чинь, джараму, мини, карматанок, перь, канзок, киш, теме, мураму. Чинь, чинь, джараму, касы, касы, чинь, джараму, мини, карматанок, перь, канзок, киш, теме, мураму. 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 Шапсандыган сәғаттілігомар тәдимағыз, мен дегіне бәйрәмәлі яға иылға қырәбіз, кушкел әсің яға яға, яқты болысын әсінді әйу. Кіттәміз сені қыттәміз, сәң әттән ұламай түзде, сағын ұламыз яға сабыз, үзінді әйрәкіз әйрәкіз әлің. Сәйрәкіз әйрәкіз әйрәкіз әлің. Субтитры создавал DimaTorzok